Люберецкие сторонники Единой России сыграли в Росквиз. Их соперниками в интеллектуальном поединке стали команды из Дзержинского, Жуковского и Котельников. К мозговому штурму присоединилась депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Столица есть, есть столица. Дорога, которая их сведет, получается. Столица. Железная дорога. Один вопрос, одна минута на размышления. Все в лучших традициях игры «Что, где, когда». В роли знатоков сторонники и члены партии «Единая Россия». На кону звание финалиста областной игры «Росквиз». Впереди несколько десятков заковыристых вопросов. Фенифть – дивная по красоте, роспись поймали. В технике фенифти изготовляли нагрудные иконки, образки. В каком городе существует этот промысел? Мозговой штурм для сторонников «Единой России» устроило областное отделение партии. Праздник у мая смекалки охватит 11 муниципалитетов. Люберцы пятыми встретили интеллектуальное состязание, так что «Росквиз» уже успел заявить о себе в регионе. «Интересно абсолютно всем. Никто не остается равнодушным. Формат такой достаточно непринужденный, легкий. Люди успевают пообщаться и в то же время как-то вспомнить что-то из истории, из культуры Российской Федерации». Вместе с гостями у округа факты из истории страны вспоминала и Люберецкая команда единороссов. Обычно они собираются за одним столом, чтобы обсудить партийные дела. А вот сыграли в «Росквиз» вместе впервые. «Впечатление очень положительное. Почувствовал себя немножко игроком, что где когда. На самом деле очень интересно в этом всем принимать участие. Но есть некоторые вопросы, которые мы не все смогли сразу же сообразить, что отвечать и отгадывали уже с точки зрения логики». Логика Люберчан не подвела. Им удалось обойти соперников и выйти в финал. В ноябре он проверит на силу ума и смекалистость 11 лучших команд региона. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.